На улице Кирова в Ванапе перед Сбербанкой в детской школе искусств постоянная стихийная стоянка. На комиссию вынесен вопрос, касающийся безопасности детей. Ограничить стоянку, не затрагивая, может быть, Сбербанк. Там можно разделить территорию на две части, выставить либо цветочные газоны, либо ограничить движение въезда на территорию перед самой детской школой искусств и домом детского творчества. Аргументы комиссия признает весомыми и планирует выехать на место для того, чтобы составить схему новой парковки. По поручению исполняющего обязанности главы Анапы Юрия Полякова, комиссия рассматривает обращения Романа Шиловского. Одно из них – об установке на хуторе Усатого Балка дорожных знаков, обозначивших начало и конец населенного пункта. Эти знаки действительно нужны, потому что на данный момент, сейчас можно ездить со скоростью 110 км в час, никаких ограничений по знакам там не существует. Сделали дорогу, соответственно, все едут с большой скоростью, там населенный пункт, дети ходят в школу. Положительное решение принято. Знаки установят управление ЖКХ, так же, как и на стоянке у городской поликлиники, где разметку на местах стоянки для инвалидов необходимо дополнить специальными знаками. На повестке дня вопросы пользователей социальных сетей, адресованные исполняющими обязанности главы Анапы Юрию Полякову. Первое, с чем встречаются миллионы туристов и тысячи анапчан, это проблема с заторами на ЖД вокзал. Данный вопрос сейчас находится в рассмотрении у нас. 1 октября управление архитектуры нужно предоставить схему организации движения, после чего будут решаться вопросы по дальнейшей судьбе организации дорожного движения в районе ЖД вокзала. Ну да, там, скорее всего, будет организация полная, с удобными парковками, с альтернативными парковками. Как решить проблему пробок и транспортных заторов на въезде в Анапу – еще один вопрос от Анапчан. Юрий Кудрявцев рассказывает, въездные трассы – дороги регионального значения. В адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены предложения по организации кругового движения в районе Россиянки и строительству четвертой полосы на участке от Россиянки до улицы Северной. Когда будет организовано кольцевое движение в районе Красной площади? Сейчас решается вопрос по разработке проекта организации дорожного движения. Министерство транспорта дало согласие на внедрение этой схемы. Начальник отдела ГИБДД Анапы напоминает, недельный эксперимент, проведенный в январе 2017 года, дал положительный результат. Внедрение новой схемы действительно облегчит движение, избавит этот район от пробок. А въезд сбора будет идти намного быстрее, без отруднений. Кому нужно направо, по кольцу уходить, кому прямо. Временные затраты буквально 1-2 минуты. То есть на объезд не прямо поехать, а по кольцу объехать. На следующем заседании комиссия планирует рассмотреть вопрос оптимизации движения на улице Шевченко на выезде из города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова